Я решил здесь сделать сюрприз. Из Парижа ехать 40 лет, когда она не знала об этом. Представьте, это почти 70 километров. Ненавижу сюрпризы. Я Лариса Бузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня невесты Ирина, Екатерина и Татьяна. А жених у нас Николя. Здравствуйте. Проходите. Николя. 45 лет. Преодолел несколько тысяч километров, чтобы сделать своей возлюбленной из Сургута предложение руки и сердца, но она не оценила его поступка. Николя – преподаватель информационных технологий в университете в Париже. Кандидат технических наук. Увлекается дизайном интерьеров. Николя неважно, из какого города и из какой семьи будет его избранница. Главное, чтобы она обладала пышной грудью, длинными волосами и отдавала себе отчет в том, что связывает свою жизнь не с крутым бизнесменом, а с умным мужчиной. Николя, мы очень рады вас видеть, правда. Вы парижанин. Я парижанин. Родился в Париже недалеко. И живу, и работаю там. Я вас понимаю, почему вы приехали в Россию за женой. Я вас понимаю. Я только что из Парижа, и самые красивые женщины наши. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Естественно. Ну, как тебе, жених? Это критерия, но он не... Хорошенький. Не слишком он взрослый для тебя? Да нет. А как вас занесло в Сургут? Что вы там делали? Я работал в этот период в Новосибирске, в Академии наук. Да, там городок... Да, как приезжир, приезжир... Академический, да. Ученый. И, ну, на сайте знакомств познакомился с девушкой. Почему на сайте знакомств столько женщин? Почему именно она? Она была красивая? Она была эффектна. А самая эффектная, выдающаяся часть ее была что? Большая грудь. Не только. Не только. Еще пятая точка. Это критерия, но не только. Вот у нее было овальное лицо, большие глаза. Славянка. Нет, она была половина из чувашьи, чувашка, половина русская. Значит, высокие скулы, раскосые глаза. Ему нужна пышная грудь. Да. Длинные волосы, восточные внешности. Все как раз ты подходишь. Она вас пригласила к себе? Да, она меня пригласила в Сургуте. И вот первая встреча была замечательная. Она сразу мне понравилась. А вы ее приглашали в Париж? Я приглашал. Чтобы познакомиться. Может быть, у нее было денег на билет? Ну, я сказал, я буду тебе платить билет. То есть вы бы ей платили все? И потом я сделал серьезное предложение, чтобы выйти замуж. И сказал, что если для тебя это большой шагер в Париже, и остаться некоторое время... А сколько ей было лет? В тот момент 27. Образ мне нравится. Ну, в сочетании с тем, как он говорит, как он... Да, органично выглядит. То есть с этим акцентом выглядит достаточно приятно. Существуют какие-то стереотипы, пугалки. Почему не стоит ехать в Америку, в Россию, во Францию? Вот ходит такой слух, что во Франции мужчины жадные. Что у вас такие законы драконовые. И есть случаи, что если русская женщина едет к вам, рождается ребенок. Что бы ни случилось, в случае развода ребенок остается во Франции. Что у вас ювенальная полиция, которая может предвзять отношения к русским женщинам. Может прийти в семью и просто сказать, нам не нравится, как вы воспитываете ребенка. И забрать. И поэтому многие женщины, мы же тоже слушаем, читаем. У нас есть интернет, мы не дикие люди. И это пугает многих женщин и останавливается. И останавливает их. Я понимаю, вопрос расставаться с ребенком, это очень тяжелый вопрос. Понимаете? Да, я понимаю. А брак, он ведь как бы предполагает рождение детей. Никто ни от чего не застрахован. Лариса, но может быть там и другие причины. Прям я вот слушаю, прям святая какая-то, которая тут не просто святая, да еще патриотка к тому же. А, кстати, хотел посмотреть, от чего же она отказывалась-то. Вы же квартиру уже подготовили, как я понимаю, для невесты, для будущих детей. У нас видео есть, давайте посмотрим. В Париже есть, конечно, очень знаменитые места, как Эфеля-башня, Монс Александритов и, конечно, Мома. Поехали. В моем городе очень много заведений. Это город, кафе, ресторан, концертный зал. Есть очень уютные, хорошие места, где я смогу пригласить своего, своей будущей невесты. Ты у нас любишь путешествовать, поэтому для тебя не застрахован. Я еще совсем нигде и не путешествовал. Но все равно главное желание, да. Здесь, в этом доме, я покуплю свою новую квартиру. И думаю, что с будущим невестой все будет хорошо. А комнат сколько у вас будет? Я продал квартиру недавно. У меня было двухкомнатные, а этот будет три комнаты. Слушайте, но это же такое место, где стоит безумных денег. Это стоит дорого. Очень дорого. Богема? Да, это Бургенский район. А вы в кредит или прямо? В кредит. А сколько платить вы будете? На сколько кредит взяли? Тысячу сто евро в месяц. Ну, это небольшие деньги. Тысячу сто. Ну, лет двадцать, наверное, вы плачете. Ну, это нормально. В Европе это никак у нас. Это нормально. Ты бы смогла переехать во Францию? Я думаю, да. Ради такого мужчины можно, да, переехать во Францию? Скажите, когда вы узнали о том, что вы у нее не единственный? У меня, когда я был в Париже, у меня было сомневание. Я очень равный человек. Я люблю не контролировать, но иметь связь постоянно. Ну, конечно, вы звонили ей каждый день. Я названивал. Вот она, ей не понравилось. Она мне сказала, вот, один раз, вот, ты мне звонишь тридцать раз, мне это тяжело, ты мне давишь. А вы прям тридцать раз звоните? Один день, да. Я звонил тридцать раз. Потому что любит. Если бы она вас любила, она была бы счастлива и всем бы хвастала. Ой, а Николя мне звонит по тридцать раз в день. И она бы сжила бы с телефоном с этим. Ну, вот если бы тебе молодой человек звонил тридцать раз в день, ты бы вот как отреагировала? Какова твоя реакция была? Ну, был один, который звонил восемь раз. Это был бывший. А еще, знаешь, как? У тебя, кучка, 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 кучка. Я звонил, у меня были сомневания. Я решил сделать сюрприз. Из Парижа ехать в Сургут, когда она не знала об этом. Ну, представьте, вот это почти семь тысяч километров. И я приехал, вот снимал квартиру. И вот звонил ей, чтобы сказать, вот я в Сургуте. Она сразу не тепло реагировала. Она сказала, вот я занята. Ненавижу сюрпризы. И через час она перезвонит и мне говорит, вот я сказал по смс потом, вот если не придешь, в вечером я уйду на поезде. И вот она приехала с подругой и сказала, вот мы тебя проводим. И на машине она сказала, что ты хочешь, остаться или не остаться? Когда я в это время, было тяжело немножко все-таки. Но как я еще был влюблен, я согласился остаться. Потом на вокзале, вот подруга, которая водила машину, водила машину, вот она мне сказала, в уши не оставайся. И она была права. Хорошая подруга. Да, но это вопрос сердца или разум. Он все равно не понимает, как хорошо французов все-таки. Вот до тонкости не доходит. Кстати, ругаться меньше будет. Нет. Когда узнали, что у нее есть? Ну, прошло некоторое время. Я после вот этого момента на вокзале остался где-то 4-5 дней с ней. Все было нормально. Но в это время она сказала, что я не готов жить и замуж. Уже вот мне разбило немножко сердце. И в Париже я еще до сих пор начинал. Я мог перестать вообще. Но я еще звонил некоторые раза. И в один момент один мужчина взял трубку. И он сказал, я знал, кто ты, мы любим ту же самую девушку. И после этого я больше не общался. Долго переживали? Да, очень долго. Страдали долго, да? Полгода. Он у нее был не единственный. Гулящая с его попалась. И сейчас хотите опять русскую женщину? Я думаю, сегодня вы уйдете не один, уверена в этом. Только давайте немножко определимся. Я поняла только одно. Вам нужна натуральная большая русская грузь. Но вам придется жить с человеком все-таки, да? Ну, я думаю, что надо совпадение характера. Посмотрите, она должна обязательно знать иностранный язык. Любой. Не обязательно. Что ты там делаешь? Что ты там хочешь реализовать себя? Ну, во-первых, в принципе, я буду, наверное, первое время учить язык. Это уже, как минимум, обеспечить мне длительные атомы. Фронт действий, да. Но это нужно как везде. В любом месте приезжаешь, осваиваешься, смотришь. А если, например, поставить, установить рамки. Девушка должна быть из хорошей семьи. Нет, а что вы так смеетесь? Вот вы сначала говорите, да, любая, потому что у нее красивый разрез глаз и большая грузь. Вы ее приводите в Париж. А она привыкла, я еще раз говорю, к другим отношениям в семье. Она привыкла, что мама тырит деньги у папы, потому что он опять нажрется, напьется после получки. И это для нее нормально. А для вас это будет нонсенс. Она привыкла, что ее мама ненавидела бабушку, то есть свою свекровь. И по-всякому ей там вредило. Она будет к вашей матери плохо относиться. Потому что для нее это норма. Я в 500-й раз говорю, нельзя взять дворняжку домой, а потом злиться, что она не превращается в афганскую борзую. Понимаете? И чем вы сейчас для меня яснее и понятнее опишите женщину, о которой вы мечтаете, тем нам будет легче ориентироваться и вам. Ну не всегда так, как родители жили, ну что-то дети. Ну конечно, я думаю, что дети, если ты считаешь, что это нормально, ты будешь посудить тоже по семье, конечно, надо, но не настолько прям. Да, девушка с хорошей семьей. И с хорошей семьей, чтобы она знала язык. Большой плюс. Ты что ты к нему привязалась-то? Хочет вот он и хочет. Я хотела просто уточнить. У него, знаешь, как говорится, зачем ему женщина с мозгами, когда у него у своих мозгов сколько? Он жена, кандидат технический к наукам и так далее. Хорошо, а о чем говорить-то будет? А вот я хотела уточнить по поводу самого важного. А размер от какого? А то у нас до бесконечности. А бесконечности? Да, но который не рассматриваем. Нет, я так думаю, что у нее должен быть размер такой, чтобы она могла видеть собственные ноги. Потому что есть такое, что ты ног не видишь. Вот до того момента, когда она ноги все-таки будет видеть. А мы что, вот так мерить, что ли, будем? А я его на глаз увижу. Главное, чтобы он натуральный. Главное, чтобы натуральный. Хорошо. А что вам не натуральный-то не угодили? Я думаю, должна помещаться в руку у него, правильно, грудь? Ну да, на самом деле красивый. На самом деле красивый. Естественно. Да, всем струйм. Все естественно. Вам 45 лет, вашему сыну 21 год, вы в хороших отношениях, уже алименты не платите. Он уже совершеннолетний. Ну, он будет независимый из кого, он будет работать. Но я плачу. Но это ваша добрая воля, не потому что он обязывает вас, да? А много платите? Ну, от зарплаты в процентах? 10 процентов. О, много. Еще дом у него там в ипотеке, 10 процентов алименты. И молодой хочет. А зачем вам ровесница сына-то? Нет. Уведет еще, понимаете? Вот написано до 35. Нет, от 20 же. Да, конечно. И если у нее будут дети? Нет. Точно нет? Точно нет. Вот если у нее будут дети, это нет. Почему? Потому что это большая ответственность. Ну, для меня это не является... Взрослые дети, это уже... Было бы странно, если бы у него в 45 не было ребенка. Ну, как бы, логично. Николай, а вы такой симпатичный. Такой вот, вот, большой дитё-дитё. Правда. Непуганный. Непуганный, да. Поэтому вас как бы вот облапошить раз, два, три. У нас есть такое свойство российских женщин. Ну, у нас такая практичность сермяжная с детства это. Поэтому это даже очень хорошо. А если она еще и язык не особо будет учить, значит, ссориться меньше будете. А какой смысл ссориться, если не вы не понимаете? Он очень хорошо говорит по-русски. Что у тебя за... А мы это сейчас посмотрим, как он хорошо. Шаблон какой-то. Да не шаблон. Одни приезжают с переводчиком, они действительно не говорят, с ними ссориться нельзя. А Николя очень хорошо говорит по-русски. Я понимаю, что он хорошо, но есть разница между понимать хорошо и говорить, или воспринимать стёб, допустим, какой-то нюансы, полу... Вот в этом он просто не айс, как говорится, понимаешь? И слава тебе, Господи, что не айс. Будете сидеть там кроссворды разгадывать, что она имела в виду, как говорится. Поэтому, ну, хотите молодую, да бог с вами, пускай. Единственное, что могу сказать, что, знаете, вот вы мне напоминаете такого возрастного мужчину, который ещё как мальчик, который мечтает, уже мечтает под ёлкой, ну, в рождество, найти в качестве подарка красивую девушку, а находит уже свидетельство о страховании жизни по старости, в общем-то. Он вроде с одной стороны серьёзный, то, что он может сразу тебя прям забрать, сразу жениться, вот он такой. Детей родить. Вас есть за что любить. У вас очень умный взгляд, умные глаза. Вы образованный человек, ну, и по всему. Вы спокойный, выдержанный. Поэтому пусть она вас влюбится, вот прямо, знаете, смертельно, так же, как и вы можете. То есть, чтобы у вас отношения строились всё равно на чувствах, в первую очередь. Ну, и вытекающие. А что звёзды, дорогая моя? Ну, я вот не думаю, что Николев всё-таки наивный человек, слишком простой, которого можно облапошить. На самом деле, вы просто увлекающийся человек, потому что солнце в стрельце с Нептоном и луна вовне. Вы любите женщин, в которых есть характер, в которых есть яркость, которых не просто завоевать даже где-то, правда? И, может быть, поэтому вы к своей подруге и возвращались не один раз. Ведь Марс-то с Венерой и Скорпионией, здесь же Юпитер. В браке нужен тот, с кем вы можете поговорить. Это должен быть человек родственный. И, конечно, вот, наверное, почти такой же, как женщина вашего дома. Проходите, знакомьтесь с первой невестой. Здравствуй, Николя. Я никогда не была во Франции, но я думаю, ты сможешь изменить эту ситуацию. Привет. Ирина, 20 лет. В прошлом артистка цирка. Гордится своим участием в международных конкурсах. Сейчас в поиске работы. Мечтает стать киноактрисой. Предупреждает, что не любит целоваться в общественных местах. Возлюбленный Ирина очень красиво ухаживал за ней на протяжении года, но за это время ни разу не показал ей своего лица. Примите, пожалуйста, подарок сладкий от нас. Спасибо большое. Мердие, это, пожалуйста. Они так подходят друг к другу, очень похожи. Да, действительно похожи. Ну, глаза, мне кажется. Да, волосы. Ну, а ты красивее. Да, у тебя грудь побольше. Вам 20 лет, Ириночка. Да. Вы цирковая. Да. А в цирке какой жанр? Я была дрессировщицей голубей. А почему в прошлом? А, я упала с трапецией и повредила спину. У меня две позвоночные грыжи. И с тех пор я не могу там сгибаться, делать какие-то акробатические номера. Скажите, ну вы здоровы? Родить сможете? А, да, с этим у меня все в порядке. Ну, и как бы я сменила чуть-чуть. Ну, жалеете, да, вот цирковые, ты же на всю жизнь. Нет, я очень скучаю по этому, но вот так сложилось. А вы из цирковой семьи? Нет. Мама просто в 4 года провела цирк. Ну, вы много гастролировали, наверное. Да. Языки знаете? Языки нет. Скажите, а что там языки? Нет, ну по параметрам пятый. Пятый. Есть мужчина, который... Извините. Ириночка, что у вас там была за история с мистером Иксом? Наверное, он, я думаю, пересмотрел детективов. Или вы посмотрели великий фильм о цирке мистер Икс. Поэтому... Вы друг друга нашли в сетях? Нет. Я шла по торговому центру, ко мне подошел мужчина. И дал мне, я протянул бумажечку, говорит, позвоните, пожалуйста, по этому номеру. Через некоторое там время я решила позвонить, осмелилась и написала смс-ку. На что мне было... Ответил мне молодой человек, что здравствуй, райская красавица, русалочка, я не мог пройти мимо тебя. И поэтому решила вот так с тобой познакомиться. И с этого дня мы стали очень долго, бурно общаться по телефону, смс-ке. Мы могли разговаривать по телефону два-три часа спокойно. Почему не встречались? А, я спрашивала у него, в чем проблема, давай встретимся. Он мне все говорил не время, я, то есть, хочу проверить тебя, узнать поближе. И все. При этом он вам клал деньги на телефон, сделал подарки. Не на телефон, а карточку, да. Я там что-то просила, там, хотела собаку, он мне попросил. Я просила, он мне, то есть, подарил собаку, привез его другу. Скажите, а вас это никак не пугало, не напрягало, что это за ситуация такая? Нет, меня очень сильно это напрягало, я не понимала, почему, в чем причина. А сколько по времени вы длились ваши отношения? А, около года. Приятное, но ты лучше, поэтому даже не было бы странно, если бы мои подруги говорили, что кто-то, это просто, это серьезно. А много денег, кстати, вы у него, это, ну, в смысле, сколько? Ну, не очень такие большие суммы, в принципе. Ну, а в год сколько у вас ушло-то? Ну, не считала, наверное. Да, я, наверное, разом, да мало не ложил, но раза три-четыре, да, клал. По сто тысяч, по сколько? По сто тысяч, да, по семьдесят вот там. Ну, че-че, нормально. Ну, на поллимона-то там как раз все нормально. Ну, немножечко. Нормально так. Ну, че, ну, мало это было. Мария, вас не пугает перспектива породниться с 45-летним? Нет, ну, это как она решит сама. Ну, вы не будете говорить, дочь, ты сошла с ума, а что? Нет, а хотя бы, чтобы она закончила институт, мне сначала нужно. Она учится? Да. А на каком курсе? На втором. Я учусь на режиссера. Все-таки, видишь, она с мамой пришла, так все. А, на что мне было... Да, так как-то все серьезно. Да. У вас есть три бонуса. Это свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция, либо тайна. Что вы выбираете? Скелет в шкафу. Так, скелет в шкафу. Да какой у нее 20-летний скелет-то там, боже мой. Ой, какая красота. Смотрите фотографии на... Туда, туда, туда. Это с моей прошлой цирковой деятельности. Я выполняла этот трюк, и мне все время голуби какали, то есть... На лицо, на волосы, на все мое тело. А есть такое поверье, что... К деньгам. К деньгам, как и птичка, то, значит, это к деньгам. К деньгам, да. Поэтому... Я тоже люблю, когда на машине эти отметины очень. Вот поэтому не надо рассказывать обо всем. Если какнул этот, то жених у вас будет богатый точно. Да, богатый, да. Вы не пойдете по любви. Молодец. Ну что, нормально. Сюрприз покажите. А за перспективного же можно выйти замуж, не знаю. Он сразу был богатый. Как же она это... У нее ж больная спина. Он, по-моему, очарован ее красотой, но не очень заинтересован, потому что она слишком молода. Спасибо, Мария, Руслан. Забирайте цветочки и свою дочку. Она у вас прелестная, собственно. Вот так вот, Николя. Я думаю, она вам понравилась. Она красивая, действительно. Возраст не смущает? Возраст. Меня это не смущает. Ну как, тебе понравилось? Ты понравилась. Хорошо, вас не было. Ты красивая. Я была всегда против вот такой разницы в возрасте. Я всегда говорила, что молодые должны жить с молодыми и стариться. Я как-то пересмотрела, например, я своей дочери хочу тоже мужчину очень взрослого, который уже перебесился, который вырастил детей... А очень взрослый это сколько? Да почему не 45? Лариса, а потом вымрем как нация. Если наши деды, это лучший генофонд, наши дочери будут выходить за старче. А детей как? У нас такая жизнь. Пусть рожают. Мужчины развращенные, которые встают на ноги очень крепко к этому возрасту, они меняют... Мамы, ношу с тобой. Меняет женщин. И это ужасно. Я не хочу для своей дочери удара. В этом случае, я вам хочу сказать, меня не пугает, что Ирина может составить вам пару. Не пугает. И маме ее понравилось, здравомысля и шеи. Мне понравилось, что они здесь ничего не выкручивали. Как он на меня смотрел со стороны? Видела, нет? Интересными глазами. Глаза у него были вообще широко открыты. Большие, да? А звезды что? Близнец. Она близнец. И стрелец ей вполне подходит для брака. Партнер будет издалека. У нее обязательно... И, конечно, составляющая материальная играет огромную роль. И мне понравилось, что она честно это сказала. Я думаю, что у всех девушек нужны деньги, хорошая жизнь. Надо просто умереть, насколько есть... Ну, во-первых, она не избалована. Она точно не будет трясти из вас на 8 марта вертолет собственный, чтобы не стоять в пробках. Понимаете? А тот уровень, о котором она мечтает, для вас это будет не проблема. Да, почему? Если ты красиво занимаешься собой, почему бы нет? Да, мужчина же должен вкладывать деньги в девушку. Знакомьтесь со второй невестой. Здравствуйте, Николя. Я желаю вам, каким бы ни был исход программы, в любом случае найти свою судьбу. Привет. Спасибо. Екатерина, 28 лет. Автор околоспортивных проектов, радиоведущая. Пишет стихи и любит активный отдых. Гордится своим воспитанием. Предупреждает, что постоянно посещает футбольные матчи. Мечтает о семье. Возлюбленный называл Екатерину ведьмой и посылал в ее адрес проклятие. Устала все время оправдываться и ушла. Надеется, что Николя оценит ее по достоинству. Мы с подружкой вам сделали такие капкейки. С вашими фотографиями. Кто же откусит мою голову? Даже никогда не сон. Вы можете сами себе. Слушайте, можно я это заберу? Потому что это мое лицо. Да, мне не хотелось бы, чтобы кто-то меня откусил. Да, так что возьми себе. А вот ты есть, кстати. А почему, кстати? Я вижу, что я есть. А я кому-нибудь дам. Желающих мне так вот подкромсать-то, по-моему, достаточно. Нет, она тебе не соперница, это точно. Вообще. Рассказывайте, почему ваш возлюбленный считал вас ведьмой? Были какие-то причины. Я долго не могла эти причины понять. Но понимала, что они где-то у него в голове. Потому что были какие-то детали. Он когда про бывших рассказывал, всегда говорил о том, что вот там она ведьма. Она была ведьма. То есть я понимаю, что не может такое быть, что там каждая девочка какая-то была такая, что обладала такими силами. Он на год старше меня всего. То есть ему тогда было 26. А вас не напрягает мужчина, который верит в эту глупость? В привороты? Это же чисто такое бабское, деревенское. Да, так как... Ведьм. Ну это значит, такого недалекого ума у человека. Надо от него было делать ноги прям сразу же. Ты думаешь, это нормально, когда... Мужчина считает, что она ведьма. Мужчина, конечно, ненормальный. Да? Далеко не нормально это все. Я думаю, это вообще оскорбительно. А расскажите, пожалуйста, о тех совпадениях, по которым он сделал вывод, что вы... Одна из таких, когда мы поссорились с ним, ну по какой-то причине, я уже не помню по какой, но я сказала, что все, давай я устала, я лучше сама тебе позвоню, когда захочу. Решила отдохнуть, уехать к маме в Ярославль. Благо ехать недалеко. Я опоздала на электричку на основную, там, которая ездит у нас. Прихожу, говорю, дайте мне билет на ближайший, там, что у вас идет. Мне дают билет, я захожу в вагон, и напротив моего сидения сидит он. И что? А когда ты встречаешься в другой стране с человеком, с которым не виделся, это 25 лет, и что на улице? Ну да, ну одно, когда это происходит один раз в 30 лет, ну через 25 лет, а другой момент, когда это происходит на протяжении, там, недели, там, через неделю, или, там, месяц, ну то есть, да, это уже там накапливается, и я, в принципе, к этому очень легко отношусь, то есть я предпочитаю не накручивать себя, да, вот есть и не ситуации, но они произошли. Слушайте, а что мне делать? Вот я раньше, когда только вышла замуж, я все время заначила деньги, я все время в разные места, не знаю, почему, но это честно-женское, да, я все время их прятала, куда-то это, да, и забывала. Белый лист! Точно белка! Даже ассоциаций никаких не было, куда я засунул деньги, абсолютно. А мой муж, который, например, ну никогда не брал те книги, которым 300 лет не нужны, вдруг он открывал книгу, и говорил, Ой, Лара, откуда здесь? Значит, он ведьмак. Я открывалась, и это было 57-й случай, понимаете, вдруг я когда-то решила, что мне нужно в сапоги, я их не ношу, положить деньги, и я про них забыла, вообще, просто белый лист. Абул? С чего он вдруг решил? Говорит, Лара, а почему, ты можешь Лёльке их отдать? Достает, а там прям скрученная такая большая денежка. И это 190, он что, тоже ведьма, мой муж? Он всегда находит деньги, куда я... Нюх на деньги. А вы в приметы верите? Он даже не знает, что это такое. Примет. Вот я тебе про что и говорила, говоришь, вот умный, умный, вот то, что надо. Ну... Зато никогда поводом не будет для ссоры. Да, вот это 100% уже, я понимаю, что это не будет. Но я, на самом деле, не могу сказать, что я в это не верю, потому что я считаю, что большинство придумано, накручено. Просто он вас не любил и цеплялся. Ну, то есть, если бы тебя твой парень называл ведьмой каждый день, тебя бы это устраивало. Каждый день, ну, значит, надо было сюда посмотреть, может, она действительно так себя вела, если он её так называл, значит, надо измениться было чуть-чуть. Приданная у вас? У меня квартира в Ярославле. А, ну, две. А вы живёте в Москве, да? Живу я в Москве, да, в Москве снимаю сразу, опережаю. Язык знаете? Язык знаю только английский, ну, то есть, на уровне фильма не смотрю. У вас осталось два бонуса, свидание наедине и семейная традиция. Семейная традиция. Есть такая? Да, есть такая. Мы, в принципе, да, у нас такая поверье есть, мы запускаем самолётики с желаниями, с крыши обычно это бывает, да, так, и пишем желание, его сворачиваем и запускаем. А, как правило, ну, вот, у нас они реально все сбываются, и я не так давно как раз загадала выйти замуж. Вот, собственно, я здесь, может быть, это один из элементов. Это будет зависеть от того, какой вы сюрприз покажете. Проходите, да? Спасибо. Секундочку, подожди, детка. Это вот как раз тот самолётик, да? Да, как раз. А почему вот вы не пишете? Вот у меня тоже такая была ситуация, рассказывали. Написала «хочу замуж». А за кого? Я прописала, а забыла написать, чтобы свободным был. Вот прям один в один, можно, представляешь? Вы конкретизируете, когда тогда можно до пенсии искать? Жених погас при виде... Это невесты. Невесты, да. Ты у него глаза когда-то тебя видел, когда-то сгорились, взлестили, он смотрел такими большими глазами. Да, он у вас сидел, я ещё волнуюсь. Он просто сидел, горел. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто, и можешь кидать в меня кучу камней. Ты принца рисуешь высокого роста, чтоб молод, богат был и всех веселей. Мужчина, он должен, а дальше по списку. За нас написали уже в соцсетях. Букеты изрос с романтичной запиской. Классно, сама стихи сочинет. Ну, его этим не возьбёшь, мне кажется, она его уже не заинтересовала. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто, им плакать нельзя, говорить про печаль. В них много нельзя, что нам, девушкам, можно. Нет, я в восхищении, мне их не жаль. Они даже терпят больных истеричек, что шарят в карманах, смотря телефон. Мужчины прощают так много привычек, а многим совсем отвратительный тон. Я знаю мужчин, по-серьёзному верных, но им почему-то всегда не везло. Влюбляются в глупых, коварных, нелепых, а всё потому, что таких большинство. Поэтому им не хотелось жениться. Хоть дело уже идёт к тридцати, телами успели уже насладиться, но что-то за гранью никак не найти. Спасибо большое. Спасибо. Забирайте цветочки. И Екатерина. Отлично прочитала стих. Нет, это было действительно, я чуть сама не так плакала, действительно, очень было здорово. Мне, знаете, так приятно, что мир меняется, меняются взгляды на жизнь, да, границы раздвигаются, сужаются. А вот это желание выйти замуж, такое естественное, что оно, есть какие-то ценности, да, вот со стороны женщины, во всяком случае, всё равно за моногамию, за то, чтобы рожать детей, за того единственного мужчину, ну, мне как-то всё это очень нравится. Правда? Что всё-таки с извращённым сознанием людей меньше, чем традиционных. Ну, вы понимаете, здесь, опять, это как-то социологическое точное зрение, но интернет очень меняет цивилизацию, поэтому, да, такие желания, как создать семью, очень древние, вот, она не сейчас как... Нет, ну, для Екатерины вот семья – это когда один мужчина, одна женщина, много детей, любовь и уважение. Она не мечтает о семье три мужчины, одна женщина, приёмные дети, потому что она не будет рожать. Ну, то есть, вот я говорю о том, что сегодня тот же самый интернет насаждает, что, ребят, вы ещё обалдели, уже это не модно, вчерашний день, прошлый век, о какой семье вы говорите? Зачем? Жизнь прекрасно, удивительно, всё, границы открыты. Зачем вам брать на себя эти обязательства? Живите, радуйтесь, всё доступно. Да, Катя мне нравится. Тебе понравился, Николя? Ты ему понравился, правда, он, это было видно. Вот, прочитала стихи, творческая, интересная, чувственная, чуткая, очень даже. Ну, и возраст ничего уже так-то готова. А что звёзды? Катерина Стрелец, и она во многом очень похожа на вас. То есть, вы, наверное, чувствуете, что и отношение к браку, и к жизни, но она ещё даже более мощный Стрелец, чем вы, понимаете? То есть, и идеалистка, я бы сказала, но человек, который и готов к лишениям одновременно. Это в браке очень важно. Понимаете, о чём говорит Тамара, лишение? Да. Что у вас сегодня может быть подъём, потом вы можете деньги потерять. Сегодня могут быть деньги, а завтра нет. А женщина должна быть в любом случае рядом с вами. Вот, поэтому она, я бы сказала... Жертвенная, в общем, да? Нет. Она человек очень сильный. Человек очень сильный. Она, конечно, не жертва, безусловно. Она человек добрый. То есть, если мужчина разорится, она готова его поддержать? Да, готова, да. Значит, это жертвенная. Что деньги потом придут. Но внутри иногда бывает масса каких-то обид, которые накручиваются. Вот это проблема. Ну, она так описала, да? На эмоциональный фон смотря. Да, да. Если ты плохое настроение, то если ты попадёшь, то попадёшь. Проходите, знакомьтесь. С третьей невестой. Здравствуйте, Николя. Я, как и вы, люблю очень сладкое. Надеюсь, если вы выберете меня, то наша жизнь будет такой же сладкой. Привет. Спасибо. Татьяна, 21 год. Парикмахер. Любит петь, танцевать и рассматривать фотографии красивых девушек в глянцевых журналах. Мечтает посмотреть мир. Предупреждает, что у неё было очень трудное детство. Две недели назад Татьяна призналась своему избраннику, что никогда его не любила. Собрала вещи и уехала из Владивостока в Москву за красивой жизнью. Надеется, что Николя возьмёт её под своё крыло. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Сколько времени назад вы приехали в Москву? Две недели назад. Не страшно? Нет. А сейчас где живёте? Я снимаю комнату с девочками вместе. Ну, наверное, страшнее, чем было в вашей жизни. Уже ничего. Не будет, да? Ну, пока что мы самые возрастные и у нас самая большая грудь. Так что... Да. Пробойте по всем параметрам. У вас детства, считай, не было. Мама пила, отец сидел, да? И, ну, когда мама не пила, она была к вам добра? Да, я её любила. И она вот тоже очень любила меня. Хорошо ко мне относилась. Ну, то, что вот она вот такая была. А хорошо относилась, это как? Не било вас? Нет, она меня не била. Занималась вашим образованием, например? Ну, некогда ей было заниматься образованием, поэтому... А у вас братья и сёстры есть? Нет. То есть вы одна? Угу. И вас родители лишили родительских прав и отдали тётке, опекунши, да? Нет, мою маму лишили родительских прав, и опекуном была моя бабушка. Как ты думаешь, вот как вот теперь в жизни будет тяжело или легко из-за такой вот закалки? Выживает у них гораздо лучше. Бабушка тоже пила? Ну, бабушка тоже выпивала, и когда бабушка умерла, ну, меня либо в детский дом, либо, ну, к кому. И приехал мамин брат, бабушкин сын, вот, и у него семья, он жил там в Хабаровском крае, вот, и он, ну, захотел меня забрать. И всё, я согласилась, и мы поехали. Сколько вам было лет? Где-то лет 11, может, 12. А там были свои дети? У них, да, был ребёнок маленький, и вот, и его жена, она как-то с моей мамой, ну, не в ладах была, когда они там жили. А зачем тогда дала согласие, чтобы вас взять в семью? Не знаю, может быть, это как-то он там. Я думаю, это какие-то деньги, пособия, которые шли на вас. Как они говорят, что... Я думаю, это недвижимость, которая осталась от бабушки, от мамы продали. Ну, как они говорят, что они вообще ничего на меня не получали, когда я жила там. Ну, этого не может быть, вы понимаете, ну, это же глупость какая-то. Конечно, получали. По лицу видно, что она такая, какая-то немножко... Какая? Странная или... Ну, не пацанка? А. Ну, что-то такое есть, как бы, такая. С перчинкой? Ну, можно, если было такое жестокое весло. Взгляд, взгляд даже. То есть в обиду себя не даст, как волчонок. Но вы не получали в этом доме ничего, вам даже конфеты нельзя было брать, да? Ну, сначала, как бы, нормально всё было, но потом, ну, я плохо училась в школе, потому что, как бы, там родители за мной не следили почти, и я, как бы, плохо училась. И они, как бы... Пробилы были, да? Да, и, ну, я приехала в другую школу, ну, как бы, вообще всё другое. У меня там были, как бы, двойки там, и он меня за это, как бы, ремнём бил. Дядя бил, а тёте что? Ну, а она, как бы, тоже меня там по-своему, как бы, там, то говорила. Ну, он в основном на работе был, он меня заставлял там учить, всё ночью я прям сидела, у меня бывало даже как-то час осталось поспать. Я просто всю ночь сидела, учила вот это. Обязательства по дому были, да, наверное, какие-то убрать? Да, я убиралась, мыла посуду, как бы... Золушка. Взяли в дом Золушку. Ну, и она, вот, она, как бы, как-то сказала, что я больше не буду тебе варить, ты сама там себе вари, и там нашу еду не бери. Ну, хоть не выгоняли на улицу. Просто жесть вообще, конечно. Я вообще представляю. Но с другой стороны, слышите, у нас в России, к сожалению, реалии такие, что воспитание, оно действительно у нас жёсткое. И бьют ремнём, и ставят в угол на горох, и на какую-нибудь гречку, и так далее. И до скольки вы лет в этом аду прожили? Ну, я год там прожила. А потом я уже, ну, меня дядя бил так, что у меня оставали синяки. Когда я в школе уже пожаловалась, тогда, ну, как бы, решили меня в детский дом опять. Но у меня подружки была мама, заведующая в детском саду. И она, ну, спросила там у сотрудниц, кто хочет, ну, может быть, взять меня к себе. Ну, ей стало жалко меня. Вот, и там одна женщина захотела меня взять к себе. Разрешили? Да, ей разрешили, и я сразу после школы в этот же день пошла к ним. У них там еда, там конфеты, там сладкое. Скажите, отец, когда освободился из тюрьмы, вы его видели, встречали с ним? Нет, он когда освободился, он, ну, вот я жила у женщины, и он приехал, меня забрал оттуда. И увёз, ну, обратно в посёлок, где я родилась и жила. А маму видели? Да, и маму я увидела. Мама жива? Мама была жива, уже не пила почти, и я, ну, как бы, больше времени находилась с ней. Потому что отец опять пил. Вот. И потом мама восстановила родительские права, и я жила с ней, потом она умерла. Но она не видит, она не похожа на слабую девушку, может быть, лицо у неё милое такое. А мне кажется, внутри там такой дьявол, наверное. Да, он хороший сидит. Потом вы влюбились в парня или не влюбились? Нет, не влюбилась, это он влюбился в меня. Да, и стали вместе с ним жить. А мама не сказала, что без любви в твоём возрасте жить грех, вам было не дает, вам нужно было выживать, есть, где-то спать и так далее. Поэтому вы без любви согласились жить с парнем. Я не буду вас пытать по поводу образования, иностранных языков, конечно, нет. Вы были где-нибудь за границей когда-нибудь? Да, в Китае. А что вы в Китае делали? Ну, мы ездили там, просто у нас Китай очень близко, и как бы там покупали какие-то вещи там, потому что там дешевле. Ну, всё равно, как бы, дай бог, чтобы всё в жизни в дальнейшем сложилось хорошо, и... Ну, тут такой вопрос, что его может отпугнуть вот эта история. Ну, да, что её придётся жалеть всё время. Главное, что у него, важно для него, так сказать. У вас есть один бонус, и вы можете пойти в комнату, пообщаться наедине. Пожалуйста, проходите, мы вас будем ждать. Никто не спорит, конечно, хорошенькая, молодая, но сегодня единственное... Я стеснялась. Это сегодня, это единственное её достоинство, возраст. Поэтому надо быстро пристраиваться. Единственное. А ты веришь в любовь в первую сказку? Нет. Нет? Нет. А ты веришь? Конечно. Серьезно? У тебя была любовь в первую сказку? Ну, все французы, да. Ну, может быть, это влюблённость просто? Не прям любовь. Влюблённость какая-то. Влюблённость? А как отвечает? Просто влюблённость – это временно, что она проходит, а любовь – это страсть. Ну, да. Ну, всё начинает от страсти, нет? Ну, да. Или ты можешь жить без страсти? Нет, должна быть страсти, конечно. Что ты, когда ты меня видела, вот с хозами, что ты чувствовала? Ну, симпатичный мужчина. Ну, ты готова жить со мной 20 лет? Ну, надо ещё пообщаться. Может быть, ты не готов со мной жить. Ты же тоже ещё не можешь быть уверен. Да, я должен быть уверен. Она что, она же сейчас проживает? Не куривает-то? У неё остались сбережения, какие-то начисления, которые, ну, потому что она сирота. Вот, она пока живёт на них и ищет сейчас работу у неё. Она парикмахер, училась на парикмахера. Да сейчас везде это нужно. А сразу можете показать сюрприз? Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Как много лет во мне любовь спала Мне это слово ни о чём не говорило Любовь таилась в глубине, она ждала И вот проснулась и глаза свои открыла Теперь пою не я, любовь поёт И эта песня в мире эхом отзовётся Любовь настала так, как утро настаёт Она одна во мне и плачет, и смеётся И вся планета распахнулась для меня И эта радость, будто солнце не остынет Не сможешь ты уйти от этого огня Не спрячешься, не скроешься Любовь тебя настигнет АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, девочки. Забирайте цветы. Умница. На соло. Браво. Вот мой опыт жизненный подсказывает, что Татьяне обязательно повезёт в этой жизни. Везёт таким, как Татьяна. Потому что в ней есть такая притягательность Она настолько приятная Немножечко засмущалась, но ничего страшного Ты ему понравилась? Сто процентов Песня вообще шикарная, ты отлично спела Я даже чуть не заплакала Вот только как Татьяне хочется дать и подарить И взять под своё крыло И образовывать и так далее Если Татьяна здесь не потеряет в Москве В поисках работы, мужчины, денег Не растеряет себя, то, я думаю, её ждёт Очень хорошее будущее Мне так кажется А вы что увидели? Вот я бы на вашем месте брала бы Татьяну И вкладывала бы с большим удовольствием Просто в роли пигмалиона быть иногда неплохо Внешне она прекрасна, она очень красива Я не знал по поводу цели Цели? Да Да, у неё нет никакой цели Она не знает, что это такое Потому что родители алкоголики Тяжёлая жизнь Она конфеты вдоволь никогда не могла поесть Потому что тётка злая у неё вырывала И говорила, хватит здесь обжирать Ела в школе Да, я полностью согласна Такая скромненькая Ну а чё? Ну вот так оно случилось Кому-то даётся образование Кому-то не даётся образование А чё, чё она только Китай видел? Пусть Францию посмотрит Вы же не завтра бежите жениться, правильно? Вы же там воспитаны на трёх мушкетёрках И мы тоже Спасайте! У неё в Скорпионе Пять планет И кармический узел восходящий Человек она очень работоспособный Она действительно будет много работать И хочет Но жена не рукавица Она не даст Не себя в обиду Она человек открытый Она будет говорить то, что чувствует Думает У неё такие же эмоции, как у вас Внутренне она вам очень понятна Правильно? Поэтому она вам и нравится Вы и готовы сделать шаг А с другой стороны Вы её боитесь Немного Потому что это Вы видите в ней повторение Того варианта Который уже с вами был Правда? Ну что ты? Ты согласна с ней? Что ты так замолчала? Она тебя обидела? Ну да, есть А Екатерина как вам? Екатерина мне нравится очень Вот если я слишу своё сердце Я выберу Татьяну Если я слишу свой разум Я выберу Екатерина Все достаточно эффектные Интересные Выбрать есть Нет, девочки Все вообще просто Невесты Все красотки Екатерина прекрасна Но если нет Вот этого первого порыва То может быть и не стоит А к Татьяне у вас есть Повстречайтесь Вы красавец Вы достойно Вы очень молодо выглядите Вы очень деликатны Вы образованы Если вам понравится Быть Таким согревающим благодетелем Это неплохо Такие к нему молодые Все пришли, да? Не, ну это девушка Которая вторая была Такой царь жирей А что звёзды? Можно я Не буду давать выбор А скажу предсказание Конечно Мы будем счастливы У вас этот год Очень важный Именно для раскрытия Сердца и чувства И я бы сказала Очень важный период Два года Пройдёт Прежде чем Окончательно решится Ваша личная жизнь В ближайшее время Поэтому Выбор Который вы сделаете Сейчас Он ваш Раскрывайте Своё сердце В любом случае Мы вас поддержим Куда бы вы ни пошли Проходите Первая невеста Вторая и третья Мы с вами Сережа А не боитесь Что она вас Сразу теперь Привяжет Примет такая Причём Всегда работала Я хочу этого Не по-детски Всё достало Вот её Это достало Понимаешь Я предлагаю Всем выйти И поддержать Николя Я так рада Что ли Прям Я рада Я слышу Вот такая У нас Красивая пара Николя И Татьяна Если вы Одинокий Или вам понравился Кто-то из участников Сегодняшней программы Пишите на сайт Первого канала А я Лариса Бузеева Желаю Чтобы любимый человек Обязательно Сказал вам Давай Пожелись Я рада За вас Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»